Сегодня особый, торжественный день, день, который для вас станет настоящим праздником и началом новой жизни, взрослой жизни. Во время ежегодных встреч с лучшими выпускниками вузов, поистине золотым фондом нашей молодежи, я испытываю особую радость и гордость, потому что вы – наше будущее. Я очень надеюсь, лучшее наше будущее. В этот зал, на республиканский бал выпускников, вас привела импровизированная дорога успеха. И пусть на этом пути сделаны только первые шаги, вы немало потрудились за прошедшие студенческие годы. Многие, многие, может, все в этом зале, не знаю почему, может, мода такая, говорят о том, что студенческие годы – это самое приятное, это самое радостное, счастливое, но самое-самое в жизни. Не могу с этим согласиться никогда. Это может быть и радостное, и счастливое, но это самые тяжелые годы жизни любого человека, который по-настоящему учился в вузе и пришел туда не ради диплома. Вместе с вами учились студенты из других стран. Высшее образование у нас получают представители более чем ста государств. И спрос колоссальный. Мы не можем даже принять за большие деньги всех, кто хочет, потому что негде их поселить прежде всего. Не хватает общежитий и не хватает учебно-лабораторных корпусов, классов, зданий, аудиторий. На нынешний праздничный бал впервые приглашены самые успешные из этих ребят. Пусть это станет новой доброй традицией. Думаю, что за время учебы гостеприимная белорусская земля стала этим ребятам родной и близкой. И если кто-то захочет остаться или вернуться снова сюда, знайте, мы всегда будем рады. Здесь живут ваши настоящие друзья. А нашей белорусской молодежи я хочу пожелать, чтобы моделируя свое будущее, вы понимали, все, что мы делаем, делаем не для красивой картинки в социальных сетях. Хоть это и модно сейчас, жить онлайн в интернете, но мечты нужно воплощать в реальную жизнь. И вам придется это делать. Работать на конкретный полезный людям результат. Тогда из ваших личных успехов сложится счастливое будущее страны, всей нашей Беларуси. Сделайте так, чтобы через много лет и вашим родителям, вашим будущим детям на земле было комфортно. Нам надо превратить этот клочок земли, имя которой Беларусь, в самое удобное и комфортное место для жизни не только вас, но ваших детей, ваших внуков. Но давайте сделаем так, чтобы не было хотя бы хуже, чем сейчас. Хуже не в том плане, что будем богаче, будут всех автомобили, электромобили, самого высокого класса и так далее. Не в этом дело. Нам надо сохранить уютную, комфортабельную для жизни страну. Вот это главное. Все остальное дело наживное. Мы не должны угробить ту природу, которая нам досталась от Господа, потому что ее восстановить будет невозможно и купить будет невозможно. Это не автомобиль. Наш бал, особый нынешний бал, мы встречаемся накануне священного для нашего народа даты 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Именно сегодня, обращаясь к вам, молодежи, хочется сказать, не забывайте тех, кто своим подвигом завоевал для нас право жить на своей земле и, самое главное, под мирным небом. Это им, ушедшим от нас, мы должны благодарны быть за настоящее. Дорогие друзья, сегодня вы вышли на самостоятельную дорогу. Символично, что этот старт пришелся на время главного спортивного события этого лета. Вторых, европейских игр в Минске. Это добрый знак. Берите пример, но только с наших лучших спортсменов, а их немало. Яркие победы которых, завоеванные медали, не только дарят нам, болельщикам, сильные эмоции, но и укрепляют имидж нашей родной страны. Будьте и вы поколением покорителей самых сложных вершин. Убежден, что ваши дальнейшие достижения станут лучшим выражением благодарности родителям и наставникам, чьи помощи и поддержки за годы учебы были бесценны. И вообще, я бы вам советовал так, по-дружески, нос не задирайте. Вот все, что у вас сейчас есть, это есть от ваших родителей и тех, кто вас учил, ваших педагогов. Вот с завтрашнего дня вы будете добавлять к этому, это будет ваше. Или будете понижать, это тоже будет ваше. Но я вам уже вначале посоветовал, только вперед, только вверх. Если вы хотите быть конкурентным, как модно сейчас говорить, в этой жизни. В противном случае беда. Искренне признателен за мастерство и профессионализм нашим педагогам, которые помогли вам добиться серьезных результатов. Еще раз подчеркиваю, не останавливайтесь на достигнутом. Энергия и талант молодости обладают поразительной силой. И Беларусь – страна больших возможностей. Все получится. И мы еще не раз гордостью услышим ваши имена. И я желаю вам удачи. В добрый, успешный путь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты